Доказательства утверждения 1 Давайте запишем наш интегратор от 0 до 1 g квадратия dx Ну давайте мы задумаемся над тем что такое g большого получилось из функции g маленькая нам сейчас надо явно и как-то написать g большое но на всем интервале мы можем вот так хорошо а g маленькая она функция кусочно-постоянная давайте мы g маленькая прежде чем правильность поймем что если у нас x давайте вот еще что сделаем у нас наш ряд фореля который г он вообще зависит от но у нас сейчас доказательства фиксировано поэтому давайте просто писать r просто как r потому что в процессе доказательства утверждения 1 фиксировано поэтому чтобы меньше писать давайте так еще вернемся и давайте поймем что на промежутке от r nu до r nu плюс 1 для вот таких вот x g от x равно ню прекрасно ню на интервалы между соседними элементами ряда вороле nu и g плюс 1 тогда у нас получается сумма поймем значит какие пределы у нас от нуля до фигу минус 1 потому что учитывая левые концы интервалов там будет фигу минус 1 интегралов от r мю до r мю плюс 1 последний должен быть кончаться на r фигу 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 тут тоже неплохо написано тут надо писать вот на r фигу правда? значит внизу переменные интегрирования должен быть фигу минус 1 когда у него получится фигу мы можем написать чему с я равна без величины жмалинга потому что на вот этом оторвале у меня g от x просто нам расправляется u и она постоянно минус фи ну давайте раз мы распространяли раз мы делим правило написать индексу r то в процессе доказательства фи тоже можно наверное индексу не писать фи x плюс 1 вторая в квадрате dx хорошо да? я предлагаю этот интеграл засчитать интеграл от ax плюс b в квадрате dx равняется чему? ax плюс b в кубе да? я бы не это играл на 3а правда? я бы написал функцию в кубе разделить на 3а это интеграл от x квадрата еще надо разделить на квадрат на коэффициент ну хорошо что же мы должны писать? μ минус фи x плюс 1 вторая в кубе делить на 3 фи фи минус потому что здесь на минус фи шов подстановки потому что это написано первообразно а нам надо писать определенный интеграл по формуле ньютона здесь надо писать р а здесь r я не люблю действовать тропя давайте вот это минус 3 фи на него домножим в первой части у нас получится вот какой раз в правой части будет минус 3 и фи а в левой части надо подставить в аргумент вместо икса r минус первая да вычесть подставить r из первого выражения вычесть вторую значит у меня сумма по от нуля до фи у минус 1 мю минус фи r плюс 1 вторая в кубе минус сумма по мю от нуля до фи куб минус 1 мю минус фи r мю плюс 1 вторая в кубе правильно с минусом писать еще минус единицу здесь уберем 3 фи и фи равняется то есть вторая слагаемая будет у нас со знаком плюс минус вот смотрите здесь у нас r мю а здесь у нас r мю плюс 1 мы можем во втором слагаемом в качестве переменной суммирования взять не ню а ню плюс 1 что тогда получится тогда будет сумма по ню новому от единицы до фи но у нас надо ню плюс 1 заменить на ню минус 1 я его заменяю значит вот тут вот я сейчас подумал что буду делать вот фи r мю минус 1 вторая но если я ню плюс 1 заменяю на ню то ню я должен заменить на ню минус 1 плюс 1 вторая ню минус 1 и 3 и фи равняется сумме по ню от 0 до фи минус 1 ню плюс 1 вторая минус фи r минус сумма по ню от единицы до фи ню минус 1 вторая сурда здесь у нас слагаемое сню от 0 до фи минус 1 а во втором выражении одно слагаемое лишнее сфи одно не хватает не хватает здесь слагаемого которого не хватает сню равно 0 слагаемого минус 1 вторая минус фи r 0 то есть минус 1 вторая фи фи минус 1 вторая минус фи r r фи это единица то есть будет минус 1 вторая это фи ну как в хорошей сказке не хватает фи 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 того что личнее поэтому в этой сумме можно описать отделом суммирования как в предыдущей сумме мы сейчас выбираемся концу доказательства дождей 1 вот оно было сформулировано а здесь как раз я пишу заканчивание доказательства 30 и фи равняется сумма по нему ну давайте писать от нуля до на фи минус 1 значит я должен написать разницу мю плюс одна вторая минус фи r минус кубе вот такая минус мю минус одна вторая минус фи r ню да вот такая разница теперь нам надо его простить ну как разница скрывается давайте даже не будет разница скрывается а просто возведем первое выражение возведем второе выражение посмотрим там много чего сократить вот такое выражение а плюс б минус а минус б в кубе. Роль а играет в нас что? Вот это вот, да? А роль б играет в нас. Если мы имеем такую разность, что такое а плюс б в кубе? а куб плюс 3а квадрат б плюс 3а квадрат плюс б куб. Правильно? А вот это выражение чего? а куб минус 3а квадрат б. Правильно? Плюс 3а квадрат минус б куб. Если я теперь их одно из другого вычитаю, а куб и а куб здесь пропали, да? А вот эти вот слагаемые у двух были. Значит, здесь будет 6а квадрат б. Вот эти слагаемые сократились, да? А куб плюс 6а квадрат б. Ну хорошо, давайте мы это и применим. Равную сумму по ню от нуля до фи минус 1. Значит, слагаемые остаются только такие. 6. Мю минус фи. Р мю в квадрате, да? А б что у вас такое? Вот это а. Ой, а вы как? Одна вторая. Попалу. Плюс 2. А б что такое? Кубе. Одна восьмая. И квадратная штука закрылась. Проанализируем. Значит, справа у нас было 3 и фи. Слева 3. Слева 3. Сумма по ню от нуля до фи минус 1. Мю минус фи р мю в квадрате. Плюс фи. Количество слагаемых в этой сумме разделить на 4. Ну для полного счастья разделим это дело на 3 фи. 3. 3. На 3 фи получится и равняется 1 фи сумма по ню от нуля до фи минус 1. Мю минус фи. Р мю в квадрате. Плюс 1 в квадрате. А здесь я напишу так, что я вот разделю множеку на фи и разделю на фи квадрате. А величину вот эту вот можно записать как сумма по ню от нуля до фи минус 1. Ню разделить на фи минус р мю в квадрате. Ну здесь было обещано с единицей до фи. Ну мы уже наверное понимаем, что ню от нуля слагаемая первая можно заменить друг на другую. Поэтому вот это как раз и будет д. Слева стоит фи. Здесь у нас вот это фи. Вот это вот у нас д фу. И плюс одна двенадцатая. То есть мы вот в такой раз. Так, а что надо было написать? О. А тут написано минус одна двенадцатая. Значит в самом начале у нас была напечатка поправив. Вот формулировку утверждения надо писать плюс одна двенадцатая. На асимптотику это не влияет. Потому что, когда мы из утверждения один утверждение два доказывали теорему, мы все равно в этот юнишем училили на фиатку, а на стриминском минуте. А сейчас справедливости ради надо все таки исправить, потому что на самом деле здесь не минус, но плюс. как начали закрытия их питание некомплатThe Laval сerapой果. Потому что Little Elizabeth Towers тем которые paranormalahuimmer не могли не восстановить и отрасли, Вот это ن cockro streams. FinlandULL экспертного уровня�� .